Дорогая община Также меняется духовная обстановка в мире. Не пугайтесь, ведь если враг придет, как река, дуновение Бога прогонит его. Я верю, в церкви Иисуса Христа еще предстоит пережить свой лучший час. Он не будет похож на прошлые успехи. Друзья, для этого от нас потребуется совершить забег с отвагой и верой. Мы разберем эту тему за несколько дней. Каждую неделю вы будете слышать вводную часть, несколько строк из Ионы. Ионы был ветхозаветным пророком. Хочу попросить об одолжении. Если вы не читали эту книгу за один присест, то, пожалуйста, сделайте это в течение последующих трех недель. Это несложно. Сия книжица прочитывается за 15-20 минут. Кто-то знаком с сюжетом с детства? На историю Ионы отсылается массовая культура. Это библейская история о рыбе. Итак, господа, давайте начнем цикл проповедей с Божьего призыва к Ионе совершить служение. Мы будем читать, будем усваивать истину мало-помалу. Я не предлагаю читать материал, присовокупляя свою трактовку о характере Бога. Не нужно выдумывать, не нужно фантазировать о Божьем характере. Дорогие возлюбленные, предлагаюсь братья на этот ход. А вот что мы сделаем. Мы будем зачитывать эти простые стихи, относя события из сюжета к себе. Начнем с третьего стиха первой главы. Бог попросил Иону пойти в Неневю, столицу Ассирии, восходящей Великой Державы. Иона отвергает приглашение, но Иона собрался бежать от Господа в Таршиш. Он отправился в Яфу, нашел уходящий в Таршиш корабль. Итак, Яфа — это порт в израильской земле. Он существует и сейчас. В Грузии Яфа до сих пор есть стена-гавань, и напротив стоят рыбацкие лодки. И вы представляете, в квартале, где магазины, есть бетонная статуя кита. Правда, есть одно но. Вам не удастся прокатиться по хвосту этой малютки. Процитирую еще один стих. «Заплатив за проезд, сел на него, чтобы уплыть с ними от Господа». Два вывода на основе стиха. Интригует, что Божьи приглашения не всегда принимаются. Итак, мы не всегда принимаем Его приглашения. Смотрите, Иона отверг приглашение Всевышнего. Заметьте, он не был язычником, он не был слабым царем или аморальным человеком. Это пророк. Он был призван проповедовать своим современникам и исполнял волю Бога в других случаях. Услышав приглашение о Неневе, он ответил «Спасибо, не надо». Что и говорить, это огорчает меня. Ведь если рассуждать откровенно, то все мы получаем приглашение о Бога и делаем вид, что не замечаем их. Это было неудобно, некомфортно. И мы приняли решение не участвовать в этом, и злопчились и пошли своей дорогой. В эти дни нам нужно излечиться от этой заразы. Где найти лекарства от нее? Прочтем девятый стих. Иосиф? Нет. Иона? Почему ваш пастор оговаривается в четвертый раз? Иона уже в корабле, и Бог поднимает необычный для того сезона шторм. Такой шторм, что мореходы и матросы, плывшие с Ионы, понимают, тут происходит что-то экстраординарное, потому что буря не происходит в такой сезон. Этому есть причина. Ведь шторм не приходит в такой период. Заметьте, те бедняги, язычники, моряки бросают жребий, чтобы понять, из-за кого возникла такая огромная проблема. Жребий полный он. Он ответил, я еврей, поклоняюсь Господу Небес, который создал море и сушу. А море бушевало все сильнее. И они спросили, что нам сделать с тобой, чтобы море утихло? Возьмите меня и бросьте в море. Ответил он, и оно утихнет. Этот страшный шторм обрушился на вас из-за меня. Интересный поворот сюжета. Он ответил, я, евреи, поклоняюсь Господу Богу Небес, который создал море и сушу. Есть очень мало людей в церкви, которые готовы прилюдно признать свою веру в Создателя Небес и Земли. И здесь, в истории, мы сталкиваемся с верующим в Бога. С тем, кто знает Его. С тем, кто знает, что совершил Бог и что Он будет делать. С тем, кто поклоняется Богу. И при этом Он не покоряется им. А теперь постарайтесь представить себе все это. Вы верите в Творца, поклоняетесь Ему, верите в Его силу и при этом не слушаетесь и не подчиняетесь Богу. Пересмотрите отношения с Ним. Мы поговорим о том, как жить, имея смелости. Приготовьтесь, дорогие. Мы затронем вопрос о том, как мы скоро на непослушание нашему долгитерпеливому Богу. Многие христиане оправдывают Его, срезают углы и считают Его пустяком. Я уже поступал правильно. У Иоанна хорошее прошлое. Положительная история про возглашение и познание Бога, готовность выступить и отождествить себя с теми, кого судил Бог. Но несмотря на все заслуги. В сердце Его таилось непослушание. Итак, прочитаем Иоанн 2.1. Господь сделал так, что Иоанну проглотила огромная рыба. Вот это да. Всевластный Господь Бог послал ту рыбину проглотить видного пророка. Дорогие, Иоанна пробыл в желудке кита три дня и три ночи. Иоанна является широко обсуждаемым в СМИ самым забавным персонажем библиейской истории избавления. Писание — это сборник истории избавления. Ибо фундаментальное библейское представление о Создателе — это образ Избавителя. От бытия и до Откровения. Творец Небес и Земли постоянно входит в измерение времени, дабы освобождать свой народ. Слава Господу! Последняя глава Откровения посвящена возвращению Иисуса как Царя-Победителя, освобождающего народ свой от мрака и зла. Эта книга представляет нам Господа Бога как Освободителя, и это чудно. Возвещаете миру? Ты не покинут. Один на один со злом. Не борись с ним своей земной силой. Есть могущество Господа, которое в миллиард раз сильнее мощи зла. Оно действует через нас. Евангелие — это благая весть. Вторая сторона данного обсуждения — это не только освобождающее служение Бога, но и отсутствие комфорта во время того, как Бог избавляет нас от врага. Бог приготовил рыбу для Ионы. Рассказ сгодится для детей, а если бы ваш пастор попал в лодку, ему пришлось бы перешагнуть через борт, то он предпочел бы, чтобы его подобрали ребята с океанского лайнера. И пусть на лайнере будет изобильный шведский стол и теплые полотенца. А еще уютный уголок, дабы отдохнуть после стресса и шторма. Вот мой-то выбор. Богу не составило бы труда подбросить пророка к суше, чтобы он ступил на берег моря. Сам Иисус Христос ходил по воде, и это так. Но Бог хотел доставить Иону к язычникам в Неневию по-другому. Бог сделал так, что Иону проглотила огромная рыба. Нам с вами это кажется неправдоподобным, но, друзья мои, представьте себе, каково это — быть сброшенным за борт корабля. В яростные воды шторма. Иона чуть-чуть испугался, он слегка встревожился. На самом деле Иона считала, что это был его последний взгляд в небо. Перед тем, как его бросили в воду, он упал на поверхность моря и начал тонуть. Чего тут и говорить? Нам, простым обывателям, не понять переживания бедного человека, проглоченного китом. Это намного страшнее, чем мы, читатели, можем себе это представить. Да, и у Иона не было соотечественников, которые бы, сидя на берегу, вспоминали о том, как всех их проглотила рыба. То, что произошло на море, стало новым жизненным опытом пророка, и это превосходило всякое представление о том, что может быть. Поэтому мы скажем так, Ионе было очень страшно. Что мы знаем об этой ситуации? Там было темно. Рыба не глотала меня, но я думаю, что сейчас я прав. И Иона попал в ловушку. Он оказался в кромешной тьме. Когда мореходы выбросили Иону за борт судна, он думал, что утонет. Но он обнаружил, что попал в ловушку. Темно, мокро и неуютно. Ему было холодно. У него не было беспроводного интернета. Скоро у него на мобильнике разрядилась батарейка, и погас свет. Ему непостижимо. Три дня и три ночи этот человек провел в утробе рыбы. Бог освободил его. Но Всевышний освободил его не рядом с курортом, и не рядом с пятизвездочной гостиницей. Мы кипятим сына Господа, поскольку он освобождает нас не так, как мы хотим. Христианам не нравится, как он восстанавливает их, и не по нраву условия, в которых они порой оказываются, по его воле. Сквозь столетия к нам доносятся громкий глаз Ионы. Братья и сестры, не отвергайте Божий метод вашего освобождения, потому что он не будет освобождать вас так, как вы это вы хотите. Бог всевластен. По благодати и милости он приходит к нам, но часто приход Господень необычен. Иона 2-2, находясь в желудке рыбы. Иона помолился. Да, это так. Все изменилось. Ведь его учили молиться. Иона знал, что такое вера, и знал голос Господа Бога. Он знал. Создатель вызволяет свой народ. И милостивый Господь Бог дал Ионе семена веры, чтобы упрямый пророк начал молиться. Итак, церковь. Умение молиться — это жизненно важно. Иона знал, что он не жалкий кусочек праха на просторах Вселенной. Иона знал Творца. Народ Всевышнего, знать, что такое вера — это жизненно важно. Мы представители Иисуса Назаряния. Потому что, когда мы с вами попадаем в казалось бы, безвыходное положение, нам нужна вера. Иона молился, Господь услышал его, и это заставляет меня улыбнуться. А теперь, пожалуйста, откройте второзаконие. Господь твой Бог идет с тобою. Он никогда тебя не оставит и не покинет. Не бойся и ничего не страшись. Мы хорошо знаем Писание, и когда говорится «не бойся и не страшись», мы останавливаемся. Мы боимся и унываем. Чудный Господь Бог говорит «перестань бояться». В упадке Духа нет ничего постыдного, но не позволь унынию определять курс судьбы. Здесь есть напоминание. Господь твой Бог идет с тобою. Каков этот Бог? Это Создатель неба и земли. Иона верил в это, и Бог вызволил его. Он не покинет тебя. Вторая книга Леттоси «Орды врага наступают на Иерусалим». Никакой надежды нет. Численный перевес и превосходство на стороне неприятеля. Бог посылает пророка. «Слушайте, все жители Иудеи и Иерусалима, и царь». Так говорит вам Господь Бог. «Не бойтесь и не ужасайтесь из-за огромного войска врага». Эта языческая армия была весьма устрашающей. Пророк сказал, «Не сопоставляй армию врага со своей, иначе ты арабеешь». Пожалуйста, смотрите на Господа Бога и укрепляйтесь от ваги. Пусть ваш ответ врагу не будет основан на страхе и боязни. Пророк мотивирует, говоря, «Ведь эта битва не ваша, а Божья». Церковь, важно помнить, кому мы принадлежим. Называться последователем Христа — это непроизвольная идентификация. Мы дети царя. Любящий Творец всего присматривает за нами. В Библии сказано, «Рука Господа спасает, как и раньше, и по-прежнему слышит ухо Его». «Быть отважным и не бояться». Нужно кое-что понять. Это важный пункт. Правда не всегда ободряет. Не всегда. Это важный пункт, так как современная церковь Америки стоит перед одной дилеммой. Мы живем в христианско-секулярном обществе, отвергающем традиционные ценности христиан. Нынешняя церковь США хочет говорить в нашей культуре, но церковь не может определиться, о чем говорить. Превалирует такое мнение. Миру нужно говорить нечто ободряющее. Ведь если мы скажем что-то неутешительное, нас отвергают и осуждают самоправедные критики. Я не верю, что все это так. Я верю. Очень важно понимать. Истина не всегда ободряет, и наш Христос дал нам поручение нести ее. А теперь другой контекст. Вы приходите к врачу, и он говорит. Я сообщаю лишь хорошие новости. Мне нравится говорить пациентам только хорошее. Приди ко мне и услышь позитив. А если буду говорить иное, не слушай меня. Я лечу людей 20 лет и не приношу плохих вестей. Я заметил, когда я говорю негативное, что-то происходит. Люди унывают. Итак, я несу лишь один только позитив. Уважаемые, это называется следующим образом. Должностное преступление или же преступная халатность. Если все, что Церковь Господа говорит миру, веселит и дарит оптимизм, если мы не говорим истину, то мы совершаем духовное преступление. Правда не всегда ободряет. Необходимо добавить еще одну часть в мозаику. Правду нужно встречать смело. Истина нужна для поправки курса исследования за свободой, ибо Иисус сказал «Познайте истину, и она освободит вас». Если истина движется в вашем направлении, стучится в дверь сердца и доставляет весть, которая повергает вас в уныние, у вас есть выбор смело выйти навстречу. Нужно покаяться и откорректировать курс. Смиритесь. Нам нужно использовать время и средства с мудростью. И не избегайте истины, ведь побег от истины направляет нас к пабубе и к погибели. Вы поплатитесь, лишившись того, ради чего созданы. Истина освобождает. Если она не ободряет, то важно набраться смелости и выйти навстречу. Я решу сложные задачи. Я пойду тернистым, трудным путем. Я выбираю это, несмотря на то, что я лишусь чего-то и стану уязвимым. Но есть тот, кто присматривает за мною, для которого нет ограничений. Он сказал, я не оставлю и не покину. И так это делает нас светом в темном мире. Черпаем ли мы смелость у Господа? И так у царя Давида был черный день. Пока воины отлучились, лагерь разграбили, а женщин и детей похитили. Слуги намеревались забросать его камнями. Он беззащитен и не знает, встретит ли он рассвет. Во второй книге «Царств» сказано, «Давид укрепился надеждой на Бога». Рядом не было хора, поющего песни вдохновения. К нему не пришла ободряющая христианская СМС. Он ободрял и укреплял себя в Господе. Нам необходимо помнить Писание, хорошо знать Святого Духа, дабы уяснить, как стяжать крепость, мощь и силу у нашего владыки Яхва. А это не просто община. Есть еще одно слагаемое успеха. В послании к евреям сказано. Есть еще одно слагаемое успеха. В послании к евреям сказано, будем со вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Я неплохой наездник. Слово «побуждая» ассоциируется со шпорами. Лошадям они не нравятся. Итак, реакция на побуждение — это изумление. Тут не возникает радости и порыва, как от мотивации. Святым требуется не только вдохновенный глагол истины, но и нежное прикосновение шпор. Будь осторожен. Если переусердствовать со шпорами, то лошадь станет врагом. Я знаю, что это такое. Об этом сказано. Ободряйте друг друга каждый день, пока это слово «сегодня» будет иметь еще к нам отношение. Церковь — это нечто большее, чем эвфемизм мотивационного выступления. Смелость — это способность принимать решения и действовать перед лицом устрашающих или угрожающих условий, когда ты уязвим. Ободрять — это означает идти рядом с ободряемым, подставить плечо и встретить беду вместе. Иногда слова не способны устранить скорби. Останься с братом и скажи, «Я понимаю, как тебе тяжело, но я останусь рядом с тобой». Если брат скорбит, а сестра идет долина испытаний, они проходят через трудный период, где нет пока ответа, и кажется, этому не будет конца. Скажите им, «Я не тороплюсь, я буду с тобой». Порой слова вообще не помогают людям. Стань вдохновителем и будь ободрителем. А вот еще ингредиент из рецепта блюда «Смелость». Некоторые приняли решение, ведомые страхом. Я пришел сюда не судить вас и не добавить свины и стыда на вашу голову. Я здесь, чтобы сказать «Изменись». Тот, кто является членом, участником Церкви Иисуса Христа, проходит стадии преображения. Для нас это тоже благая весть. Братья и сестры, вспомните добрый принцип. Смелость — это способность выйти навстречу проблеме. Это сила посреди боли и печали. Но Америка лишилась этого. Нам нужны зоны безопасности. Это уже другой урок. Последний ингредиент — думай о себе поменьше. Нельзя. Нереально и просто невозможно вести за собой людей и думать только о себе. «Что я думаю об этом? Подходит ли это мне?» Однажды вас попросят согласиться пойти туда, где вы будете беззащитным. Там трудно и нужна смелость. Во-вторых, требуется верность. Это больше, чем быть сторонним наблюдателем и вносить символический вклад. Я уверен, вы слышали историю о посвященности курице и преданности свиньи. Одна вела себя как наемница, а вторая была преданна делу. Община. Ведь мы с вами давно уже приносим плоды в Царстве Бога. Он ожидает, когда мы заново посвятим себя Ему. В-третьих, нужно помнить, Бог награждает. Что ж, не станем забывать о божественной награде. В таком случае у вас будет радость ожидания. Вы обретете способность решать сложные задачи и пожнете воздаяние. Мы живем ради земных призов, и поэтому мы поступаемся принципами Бога, моральными границами и советами Господа о том, как расходовать средства. Когда нас что-то не устраивает, мы поступаем по своей воле. Если мы станем постоянно помышлять о небесных наградах и призах, уготованных нам, мы будем смелыми, как львы. Мы бы такие горы свернули, которые люди без веры и смелости не своротят. Церковь Господа, иди вперед. Тебе нужна сила. Упражняйся, пока не выбьешься из сил. Если ты правильно питаешься, ты заметишь, как стал сильней. Применяй веру, делай маленькие шажки. Хватит озираться на полустанок, где ты хотел остановиться и спрыгнуть с поезда веры. Останься с машинистом до конца. Иисус сильно нуждался в вере, уверенности и смелости в конце земного пути. Мы нуждаемся в большей вере, в большей отваге. Время идет. Развивайся. Ведь у нас много вариантов выбора. Чадо Всевышнего. Избери почитать Господа своей жизнью. Смелая вера изменяет все. Она меняет все. И тогда Господь изменяет все. Создатель неба и земли никогда не оставит и не покинет нас. Ты бунтуешь против Бога и идешь в другом направлении. Но, пожалуйста, смирись и раскаясь в своем мятеже. И тогда Бог направит к тебе кита. Это благая весть. Бог пошлет к себе кита. Аллилуйя! Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Дорогие партнёры, служение Алленом Джексону напечатало чтение на каждый день под заглавием «Смелая вера». Мы живём во время, когда нужно выходить на новый уровень веры. Чтобы признать Иисуса Христа и продолжать следовать за Ним, требуется смелость, и наша книга поможет в этом. В пособии есть библейский отрывок на каждый день, молитва, которая поможет приблизиться к Богу и комментарии. Если совместить изучение ежедневника с чтением Библии, то это будет ещё одним преимуществом. Это укрепит и благословит вас. Мы приготовили его для вас. Не забудьте воспользоваться этой возможностью. Узнайте, как встретить обстоятельства с верой и отвагой. Изучайте новое ежедневное чтение «Смелая вера». Это идеальное пособие, сопутствующее ежедневному чтению Библии. Каждый день вы будете укрепляться стихами из Библии, вдохновляющие уроки, интересные вопросы и молитвы. Всё это будет созидать вас в вере в Господа Христа. «Смелая вера» — это пособие по Библии. Мы отправим его, если вы пожертвуете нам. Чтобы получить ваш экземпляр, звоните по номеру, который вы видите на экране, или же посетите наш сайт. Спасибо за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы преображаем мир. Дорогие партнёры, служение Алана Джексона напечатало чтение на каждый день под заглавием «Смелая вера». Мы живём во время, когда нужно выходить на новый уровень веры. Чтобы признать Иисуса Христа и продолжать следовать за Ним, требуется смелость, и наша книга поможет в этом. В пособии есть библейский отрывок на каждый день, молитва, которая поможет приблизиться к Богу, и комментарии. Если совместить изучение ежедневника с чтением Библии, то это будет ещё одним преимуществом. Это укрепит и благословит вас. Мы приготовили его для вас. Не забудьте воспользоваться этой возможностью. Узнайте, как встретить обстоятельства с верой и отвагой. Изучайте новое ежедневное чтение «Смелая вера». Это идеальное пособие, сопутствующее ежедневному чтению Библии. Каждый день вы будете укрепляться стихами из Библии, вдохновляющие уроки, интересные вопросы и молитвы. Всё это будет созидать вас в вере в Господа Христа. «Смелая вера» — это пособие по Библии. Мы отправим его, если вы пожертвуете нам. Чтобы получить ваш экземпляр, звоните по номеру, который вы видите на экране, или же посетите наш сайт. Спасибо за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы преображаем мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok